Жарким июльским днём в Жигулёвске прошёл самый масштабный в жизни города экологический праздник – День Лисы. Лукавую проказницу выбрали своим талисманом сотрудники Национального парка «Самарская лука». Именно на лисьем примере проще всего изучать природу родных краёв. Уж очень много общего у этого животного с самарской лукой. Животные типичные для нашей территории. Во-вторых, это милые, добрые и достаточно лукавые животные. Вот есть такая легенда, что Волга, когда бежала к Каспию, она слукавила. Лука, лукавый. Вот что за животное, которое может к этому быть близко? Конечно, это же лиса. С другой стороны, это же ещё и интересный, красивый персонаж, который является персонажем во многих сказках. То есть то, что вызывает положительные эмоции. День Лисы проходит в Жигулёвске уже третий год. Количеству гостей может позавидовать и областной центр. На праздник собирается до двух сотен детей. Правильнее всего День Лисы было бы назвать обучающим экофестивалем. Знакомство детей с лисой и её соседями посреди обитания начинается с фото-выставки и подробного рассказа о лисе в повадках. Считается, что основной рацион у лис это зайцы. На самом деле, конечно, заяц это очень крупное животное. Его достаточно сложно поймать, ну если только это не зайчонок. Чаще всего лисы питаются, конечно, мышами. И вот на фотографии видно, как лисица мышкует. То есть иногда она прям запрыгивает в снег чуть ли не на половину тела. Есть такие фотографии. Вот очень интересно смотреть. И во время мышкования она изображает очень такие интересные движения. И танец фокстрот переводится как «Лисий шаг». После вступительного слова началась основная часть праздника. На территории парка расположилось больше десятка экостанций. Мест, где дети в игровой форме учатся различать звуки, издаваемые животными, искать обитателей леса по их следам, а также занимаются творчеством. Рисуют на бумаге асфальте, лепят из теста и складывают из бумаги виновницу торжества лесу и ее соседей. Ребята, наша станция называется «Кто где живет». Здесь вы видите карточки, на которых нарисованы гнезда, либо домики животных. Различных совершенно животных. И насекомых, и птиц, и животных. Так, я вам раздаю карточки. Вам нужно выбрать, какое животное, где может какой домик сделать. Правильно? Так, в одном домике может быть несколько животных, поэтому прежде чем положить, нужно подумать хорошо. Днем молчит, ночью кричит. По лесу летает, проходит. Сова, сова, сова. Правильно. Трав копытами касаясь, ходит по лесу проходит. Ходит смело и легко, а гора скинув широко. Ось, молодцы. Конкурс на самый необычный рисунок, гонки в запуски в лисьих масках и кропотливое создание фигурок животных в технике оригами лишь на первый взгляд кажутся простыми детскими забавами. Именно в такой форме экологам Самарской Луки лучше всего удается донести до маленьких жителей Жигулевска и его окрестностей прописные, но такие важные истины о хрупкости природы и ее беззащитности. Он позволяет рассказать в национальном парке, в таком непринужденном, веселом виде и повысить, скажем так, интерес среди детей к экологическим проблемам, к экологии в целом и к отношению детей непосредственно к природе Самарской Луки. День Лисы в Жигулевске имеет все шансы стать центром экологического притяжения для школ и детских садов не только Ставропольского района, но и всей области. Будем надеяться, что в следующем году праздник соберет еще больше смеющихся голосов и улыбающихся лиц, неравнодушных к природе родных мест и ее обитателям. Самарская Лука Самарская Лука – уникальное природное достояние, и своим образованием оно обязано гигантскому цельному куску камня известняка – Жигулевским горам. К центру этого камня стремятся пробиться воды Волги и двух сотен ее притоков. На эти попытки безмолвно взирают вершины Жигулей. Наблюдатель, Стрельная, Усинский Курган – эти горы выросли за 7 миллионов лет почти на 500 метров и продолжают прибавлять по сантиметру в столетие. Прибавляет в росте и Молодецкий Курган – привратник Жигулей. Вид с воды на его отвесный 250-метровый склон открывается каждому, кто проходит через шлюзы Волжской ГЭС. С этих мест начинается 75-километровая основная гряда Жигулевских гор. Здесь произошла редкая встреча природных ландшафтов – луг, заросли кустарника, лес и каменистая степь. Этот потрясающий комплекс можно охватить взглядом, находясь уже у подножия Кургана. Но на этом открытие для туристов не заканчивается. Ведь Молодецкий Курган – место буквально на стыке времен. Удивительное сочетание растительности разных формаций, в том числе лесной и степной, сочетание геологических эпох, от юрских глин до каменно-оглинских свистников, сочетание во всем. И самое поразительное в том, что участок Молодецкий Курган еще используется как рекционный. То есть здесь у нас обустроен маршрут. Молодецкий Курган и его окрестности – одно из немногих мест национального парка Самарская Лука, открытое для посещений туристами. Большой и малый маршрут и проходит от побережья Жигулевского моря вверх к двум смотровым площадкам. Маршруты проложены по специальной туристской тропе, сходить с которой запрещено. Ведь сразу за ней начинаются заповедные места. Когда мы приходим в лес, мы почему-то думаем, что это место, где можно все. Но опять же, если сравнивать, например, это с обычной жизнью, когда мы приходим в гости к друг другу, мы же не бросаем под диван бумажки, правильно? Мы же не плюем на пол. То есть здесь у нас есть какие-то рамки определенные. Когда человек оказывается на природе, ему кажется, что здесь вот она свобода, и вот я сейчас оторвусь. Но нужно понимать, что каждый раз, оставляя после себя след, неважно какой, хороший или плохой, этот след остается не только для тебя, чтобы туда вернуться, но также для твоих друзей, детей, других людей, которые придут. Многим туристам кажется, что в том, чтобы сойти с тропы, дабы побывать в более интересной чаще или уединиться под живописным кустом, нет ничего особенного. Вот только элементарные правила безопасности важно соблюдать хотя бы для того, чтобы самому получить от отдыха удовольствие, а не какие-то неприятные последствия. Когда вы идете по тропе, то условно, так скажем, все, кто ходили по ней до вас, они всех уже со всеми познакомились, обитателями леса, так скажем, в том числе клещами. Те же самые змеи, когда вы двигаетесь по тропе, они слышат ваше приближение, на самом деле они, поверьте, не горят желанием с вами знакомиться, они просто самоустранятся. Если вы сворачиваете в лес тропы, то все обитатели, выступаете на их территорию, все обитатели, соответственно, либо обороняются, либо нападают с целью позавтракать, пообедать, поужинать. Поднявшись на уровень первой смотровой площадки, Девьей горы, можно насладиться не только видами на Жигулевское море и гряду Жигулей, но и удивительными участками горного ландшафта – каменистой степью. Здесь, под палящим солнцем и постоянным ветром, растет почти 200 видов растений, многие из которых уникальны. Здесь, исходя с этого места, мы можем просто увидеть растения, которые нигде больше не встречаются, так называемые эндемики. Допустим, Тимьян Жигулевский, Малочай Жигулевский. Здесь очень много реликтов, которые остались на этой территории после последнего ледникового периода, и которым в настоящее время все-таки более присущи, более северные районы, так называемые бареальные виды. Десятки растений, существующих только в пределах Самарской луки, внесены в Красную книгу, поэтому их видом можно наслаждаться, их можно фотографировать или, например, рисовать. А вот букетик степных цветов, принесенный с экскурсии домой, может стать концом для целого вида. Каждый раз, когда вы срываете какое-то растение, будь то цветущее или не цветущее, вы не знаете, что это за растение. И тут опять есть два момента. Момент такой этический, моральный и момент безопасности. Этический связан с тем, что очень много растений, в частности, если мы говорим про Самарскую луку, они здесь уникальные. Это краснокнижные растения, которые исчезают. И они исчезают не так, как нам кажется, вот они там постепенно. Сегодня вы пришли, сорвали. Вы не знаете, как размножается это растение. Вы не знаете, насколько оно распространено. Завтра вы пришли, его уже нет. И больше вы его никогда не увидите. Нам пока еще есть, что показать своим детям, гостям, которые приезжают издалека, и людям, которые могут увидеть заповедную природу только по телевизору. У нас самих есть уникальная возможность все это увидеть. В наших силах сохранить это хрупкое равновесие. А Самарская лука гостеприимно встретит всех, кто умеет любить природу. Продолжение следует...